Вопрос обороноспособности страны должен быть общим делом всех, заявил президент Петр Порошенко, подводя итоги военно-экономических учений концентрации 2014. Депутаты поддержали закон, расширяющий полномочия СНБО, приняли за основу большую часть правительственных законопроектов, документ сокращающий соцгарантии, вернули к обмину на доработку. Украинским военным в зону АТО школьники передают новогодние посылки, волонтеры отправляют сухие заготовки для горячих блюд, а переселенцев поддерживают гуманитарной помощью. Подробнее о самых важных событиях дня далее в нашем выпуске в студии Светлана Шевченко. Вопрос обороноспособности страны должен быть общим делом всех, заявил президент Петр Порошенко, подводя итоги военно-экономических учений концентрация 2014. Они продолжались в течение трех суток и были посвящены совершенствованию управления обороной в особый период. В них приняли участие Минобороны, Генштаб, руководство Кабмина, центральных органов исполнительной власти, СНБО, председатели Облгосадминистрации. По итогам учения глава государства поставил ряд первоочередных задач. Прежде всего поручил усилить охрану стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Также президент обратил внимание руководства областей на необходимость более тесной координации действий с правоохранительными органами и СБУ. Нельзя сегодня продолжать жить в формате мирного времени. Точно так же, как нельзя сравнивать экономические показатели, показатели роста ВВП, промышленного потенциала, социальные защиты 2013, 2014 и 2015 года не должны сравниваться. Украина живет в разных условиях. Одно дело, когда страна развивается и строит мирный процесс, и другое дело, когда она защищает рубежи. Нам нужно четко понимать, каждому руководителю эти отличия. Верховная Рада предоставила СНБУ значительно больше полномочий. Во втором чтении депутаты практически без замечаний проголосовали за соответствующий документ. Правительственные законы, которые являются основой для бюджета на 2015 год, обсуждались долго и сопровождались сплошными замечаниями. Какие предложения Кабмина все же поддержали, смотрите далее. Доработать, отозвать, не голосовать. Эти слова сопровождали сегодня почти все правительственные документы. Депутаты в пух и прах раскритиковали законопроекты об отмене надбавок и льгот инвалидам и работникам социальной сферы. Против этих предложений с утра под стенами Рады протестовали около тысячи людей. Государство сокращает поддержку на финансирование национальной педагогической науки, а без нее не будет качественного образования. Мы никогда не выйдем на новый уровень качества образования, и нас никогда не примет Европа. Будут уничтожены целые научные институты и отделы, которые разрабатывают стратегию развития педагогического образования и нового направления, которого не было раньше – образования для взрослых. Даже сами коалицианты удивлены, каким образом эти предложения правительства попали в парламент. Ведь замечания по ним высказывали ранее. Поэтому нардепы даже требовали привлечь авторов к ответственности. Этот закон преступный не только из-за его содержания, но и потому, что он чудовищно непрофессионально и некачественно подготовленный. Я обращаюсь к министру финансов официально с запросом народного депутата получить объяснение от тех людей, которые лоббировали этот закон, и уволить их с работы из-за чудовищно некачественной подготовки. В результате документ отправили на доработку в Кабмин. Последующие законопроекты постигла почти та же участь. Их принимали в первом чтении и за основу, но с учетом предложений комитетов. Позиция правительства состоит в том, что их законы должны быть неизменными, потому что по-другому разрушается баланс. Я думаю, что мы найдем замену тем статьям, которые не поддерживает коалиция. Например, мы не считаем возможным экономить на доплатах учителям, доплата за сверхнормы, доплата за группы и так далее. Мы не считаем возможным экономить на детях-инвалидах или на инвалидских организациях. Но мы знаем, что есть еще неиспользованные резервы налогообложений так называемых олигархических групп. И мы их готовы предложить правительству на замену. Коалицанты говорят, что эмоциональная дискуссия при принятии важных законов – нормальные явления и признак демократичности парламента. Поэтому никакого разлада в работе коалиции, на что надеются в оппозиционном блоке, там не видят. Для того, чтобы перейти от политики клептократического государства до политики нормального государства, нужно очень много маленьких шагов. Даже сегодняшний шаг, как бы плохо он не выглядел, ссоры, крики, но он правильный. Потому что члены парламента говорят, правительство, берите деньги с богатых, лишайте льгот тех, кто в них не нуждается. И не начинайте экономию с тех, кто больше всего нуждается в помощи. В подтверждение слаженной работы депутаты в первом чтении приняли закон о налоговом компромиссе. Также поддержали документы о внесении изменений в налоговый и таможенный кодексы. Упростили ведение бизнеса, сказали «да» и повышению импортного сбора на 10%. Отдали голоса за легализацию фонда оплаты труда. Правда, этот документ тоже дался очень тяжело. Этим законопроектом предусмотрены такие три направления. Первое – это уменьшение размера единого социального взноса. Второе направление – это объединение фондов. У нас на сегодня есть фонд от несчастных случаев на производстве и от временной нетрудоспособности. Предлагается эти два фонда объединить. Они практически в своей деятельности связаны. Это позволит сократить административные расходы на содержание аппарата этих фондов и уменьшить единый социальный взнос. Проголосовали из-за выплаты финансовой помощи пострадавшим на Майдане и их семьям. Но это только в первом чтении, как, впрочем, и все сегодняшние документы. Их планируют завтра доработать в комитетах и проголосовать в целом уже на выходных. В Украине все более популярными становятся безналичные расчеты. Об этом заявил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов. По его словам, украинцы все меньше используют пластик для снятия наличных в банкоматах и все больше для оплаты покупок. В третьем квартале этого года граждане провели безналичных платежей на сумму более 80 миллиардов гривен. То есть мы начинали в 2002 году примерно с 8% по количеству операций безналичных. На конец третьего квартала мы имели почти 61% безналичных операций. Если сравнивать второй-третий квартал текущего года, то прирост был почти 40 миллиардов гривен платежей с использованием платежных карт. Украине нужна полиция, которая будет служить народу. Об этом заявила первый замминистра внутренних дел Украины Екатерина Сгуладзе. По ее словам, рекуформа МВД начнется по всей Украине, в первую очередь в крупных городах. В январе в Киеве реформируют госавтоинспекцию, создадут новую нормативную базу, проведут функциональное разделение и подберут кадры. Попытаются изменить отношения между правоохранительными органами и гражданами. Сейчас уровень доверия к милиции недостаточный, поэтому первая очередная задача, которая стоит перед силовыми структурами – восстановить имидж. Это изменит качество и стандарты работы. Екатерина Сгуладзе также сообщила, что стране необходимо как можно быстрее побороть коррупцию. И эта работа будет системной. Также будут опразднены дублирующие функции госслужб. В Москве у входа в Генпрокуратуру России прошла акция в поддержку летчицы Надежды Савченко. Люди зажгли фаеры и развернули баннер «Надежда Савченко, заложница кремлевской хунты». Они требовали или освободить украинку, или же признать ее военнопленной со всеми правами, а боевые действия в Украине – войной. После этого начали скандировать свободу Надежды Савченко. Акция продолжалась несколько минут. Никого не задержали. Украина и Польша создадут совместное военно-техническое производство. Соответствующий договор подписали госконцерн «Окарабаронпром» и польская компания «Любава-СА». В документе конкретный план действий, которого платят в течение ближайших недель. Кроме того, в скором времени определяют ряд изделий, которые будут производить на совместном предприятии. Украинская сторона отмечает, что это поможет стране повысить стандарты оборонного комплекса и развить технологии современного производства. По мнению представителей концерна, европейский рынок вооружения стал для Украины еще ближе. В Луганской области на Фугасе подорвался автомобиль с двумя нацгвардейцами. Один из них погиб на месте, другой тяжело ранен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице нацгвардии в Facebook. Ранее штаб АТО заявлял о возросшем количестве провокационных обстрелов. Кроме того, по их данным, боевики значительно активизировали введение авиаразведки. Украинские пограничники зафиксировали использование 19 беспилотников в районе населенных пунктов Сартана, Великой Новоселка Донецкой области, Красная Таловка, Луганской и на границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом. К тому же, по данным разведки, жители Горловки недовольны, что главари террористов совершенно игнорируют потребности местного населения и осуществляют махинации с российской так называемой гуманитарной помощью. Также террористы проводят поборы с местных жителей. В Луганской области боевики придумали новый вид вымогательства у местных предпринимателей. Они заставляют всех водителей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров за пределы оккупированной территории, платить сбор с прибыли в размере 20%. Подчеркиваем, что эти поборы незаконны, а эти средства будут использованы боевиками на собственные нужды и для совершения новых террористических актов. Но ни в коем случае не для восстановления мирной жизни на Донбассе. Кабмин примет все меры для безопасной доставки гуманитарного груза в социальные заведения на Донбассе. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Он отметил, что украинскую гуманитарную помощь от правительства для жителей, оккупированных боевиками районов Донбасса, уже доставили в Краматорск и Северодонецк. В Краматорск груз сопровождал председатель госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бачковский. Спасатели разгрузят машины уже завтра. Это 20 фур, общим весом более 260 тонн и стоимостью около 2 миллионов гривен. В них продукты питания, новогодние подарочные наборы для детей и даже 500 елок, которые для жителей Донбасса передали полтовчане. Благодаря украинским волонтерам наши солдаты в зоне АТО обедают домашним борщом. Женщины из общественной организации «Материнский оберег» сушат и пакуют овощи для главного национального блюда. Вместе с борщом на восток страны отправляют сухие супы, сушеное мясо, фрукты, балуют солдат и домашней выпечкой. И кроме того, украинки плетут для бойцов маскировочные сетки и шьют флисовые балаклавы. Не забывают волонтеры и о местных жителях, и ребятах в военном госпитале. Все подробности далее в сюжете. Уже несколько месяцев волонтеры из «Материнского оберега» готовят сухие заготовки для бойцов АТО. Женщины рассказывают, сушка продуктов – очень кропотливая работа. К примеру, картофель сушится около суток, но цель оправдывает все средства. Ведь сушеные овощи и фрукты становятся в несколько раз легче и меньше. Они хорошо выдерживают хранение и перевозку и сохраняют все витамины и ценные вещества. Да и калорийность таких продуктов очень высокая. Поэтому солдат с легкостью может подкрепиться сушеным мясом или фруктами или всего за полчаса сварить домашний борщ. Борщик. Здесь есть у нас капуста, бурячок, картошечка, морковка. Есть пакет пасты и специи. Овощи мы сушим. По каждому овощу есть своя технология. Потом мы это все собираем в одном месте. И девочки весы и по граммам пакуем такие пакеты. Они получаются на 5 литров. Этот пакет рассчитан воды. Сюда добавить только тушеночку и будет готовый борщ. Сегодня на фронт отправляют не только борщ. Женщины расширили меню. Здесь и гороховый, и гречневый супы, и экзотический суп харчо. Но еда – это не единственное, что волонтеры делают для наших бойцов. Также женщины плетут маскировочные сетки для солдат. Зимний их вариант – белого цвета. А тот, кто не может присоединиться, помогают материально, рассказывают волонтеры. Я была свидетелем и 30 гривен, и 50, и 100. Вплетаем ткань, которую люди приносят, или уже резанную. В данный момент это белая ткань. Кто что может, что уже даже дома не нужно. Хотя бывает даже честно новая. То есть кому-то не жалко. И старая приносит, все равно принесет пользу. Еще один хендмейд волонтерок – флисовые балаклавы. Координатор организации Анна говорит, делая вещи своими руками, они не только вкладывают в них всю душу, но и экономят средства. Получилось как бойцу, я своему племяннику, искала туда балаклаву. И она очень дорогая в закупке флисовая балаклава. И мы узнали, почем стоит флис, и решили шить их сами. Нам такая балаклава обходится в 10 гривен, получается. Но мы бесплатно бойцам отдаем. Мы только на ткань, получается, люди приносят деньги, и мы на эти деньги закупаем ткань. Первые сетки – организаторы группы «Материнский оберег» плели на улице, а материалы для них покупали за собственные деньги. Сегодня организация расположилась в небольшом киоске неподалеку от метро «Позняки». Волонтеры, которые плетут сети, работают в четыре смены. А те, кто занимается приготовлением еды, сушкой, шитьем балаклав, работают на дому. Это десятки киевлян и жителей области. Регулярно приходят и просто неравнодушные. Жертвуют деньги, продукты, одежду, предметы гигиены. Кроме того, сейчас женщины начали помогать детскому дому в городе «Счастье» и раненым солдатам из военных госпиталей. Поэтому приглашают присоединиться всех желающих. Мы работаем каждый день без выходных, с 10 до 8 вечера. Конечно, очень тяжело, нереально. Бывают уставшие и все. Но когда приходит солдат с благодарностью сюда, или они звонят, то просто за вот это вот обычное спасибо оттуда вырастают крылья. Тамара Каноненко, Асан Аминов, БТБ. Для детей конфеты и развлечения, для взрослых предметы первой необходимости. Переселенцы с востока Украины получили от благотворительных организаций гуманитарную помощь. Детальнее об этом расскажет Вероника Сектым. Из Донецка Татьяна приехала еще летом. В ноябре ее дом разрушили и возвращаться теперь некуда. Поэтому за предоставленное жилье и гуманитарную помощь она особо благодарна. Говорить без такой поддержки было бы сложно. Я находилась с мая месяца под обстрелом. Мой дом находится между аэропортом и вокзалом. И там постоянно велись обстрелы, там постоянно велись бои. И так как мне некуда было выезжать, я находилась в собственном доме все это время. Большую благодарность принести хочу руководителю этой организации, всем людям, которые занимаются и оказывают помощь. Благотворительные организации приобрели для переселенцев самое необходимое. Продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности и даже бытовую технику. Вся помощь обошлась в более чем 200 тысяч гривен. Также планируют организовать для переселенцев соцжилье. Мы будем делать соцжилье для переселенцев, будем строиться Киев, Киевская область и надеемся дальше по другим городам. По крайней мере есть договоренности и многие люди открывают свои сердца для того, чтобы помочь. Поддерживать обещают и тех, кто не смог покинуть свои дома на востоке Украины. Уже на днях им отправят гуманитарную помощь. На Донбасс в первую очередь есть, конечно же, это лекарства, также это необходимые вещи, это продукты питания. То есть все самое необходимое, в чем они сейчас нуждаются. Но самое главное, это, конечно же, лекарства. Особое внимание уделили и детям-переселенцам. Для них провели новогодний утренник со сладкими подарками. Организаторы говорят, на носу праздники, и как бы ни было сложно, детей нужно радовать. А снабжать переселенцев предметами первой необходимости собираются и в дальнейшем, ведь они в этом очень нуждаются. Рыника Сектым, Данила Городецкий, БТБ. Санкции Евросоюза направлены на то, чтобы заставить Россию изменить внешнюю политику. Об этом сообщил посол ЕС Федерации Вигаудас Ушацкас. Он напомнил, что позиция Евросоюза относительно аннексии Крыма однозначно, последствия для Кремля неизбежны. По мнению посла, последние введенные ограничения в отношении европейского бизнеса, туркомпаний и инвесторов это доказывают. Ушацкас напомнил, что России следует уважать территориальную целостность других стран, и в частности Украины. По его мнению, Москва смогла бы стабилизировать ситуацию, если бы захотела. Вместе с тем, международное рейтинговое агентство Moody's предрекает России дефолт. Сейчас рейтинг страны находится фактически в шаге от уровня, при котором инвестирование в экономику становится опасным. Именно серьезная угроза дефолта, констатируют аналитики Moody's, стала причиной существенного снижения кредитных рейтингов России. Кроме того, страну и далее ожидают снижение международных резервов и падение уровня ВВП. С коллегами из Moody's согласилось и агентство Standard & Poor's. Его специалисты недавно сообщили о отправке кредитного рейтинга Федерации на пересмотр, причем с явно выраженным негативным прогнозом. В российском правительстве, в свою очередь, заявляют, что якобы не видят никакой угрозы дефолта в обозримом будущем. Хотя международные резервы Федерации за прошлую неделю снизились на 15 миллиардов 700 миллионов долларов и упали до уровня 2009 года. Об этом говорится в сообщении Банка России. По состоянию, на 19 декабря 2014 года международные резервы России составили 398 миллиардов 900 миллионов долларов. В МИД России заявляют, что расширение НАТО на Восток приведет к военно-политическому сдвигу не только в Европе, но и во всем мире. И вынудит Россию принять, цитирую, необходимые меры. Об этом заявил официальный представитель МИД Федерации Александр Лукашевич. Россияне не готовы платить за Крым из собственного кармана, несмотря на всеобщее одобрение аннексии полуострова. Об этом говорят данные опроса компании Дивитренд. 67% респондентов заявили, что не согласны отказаться от части своих доходов ради увеличения экономической поддержки Крыма. 23% согласились, а 10% воздержались от ответа. Напомню, из-за аннексии полуострова и агрессии России в Украине, Запад ввел экономические санкции против Федерации. Рубль за год подешевел более чем в два раза. Не допустить украинского сценария и обрушиться всей мощью на желающих расшатать ситуацию в стране, призвался отечественников президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он потребовал у СМИ активнее освещать достижения экономики Казахстана, а городские и областные власти просят снять его портреты со стен зданий и заменить их таблицами со статистикой новых рабочих мест, созданных за прошлый год. В качестве примера Назарбаев привел телевидение Китая, где регулярно показывают достижения в работе фабрики и предприятий и таким образом воспитывают в людях гордость за свою страну. Папа Римский Франциск, обращаясь к верующим, отметил, что нынешнее Рождество полно слез, которые сейчас льются на Ближнем Востоке, в Африке и в Украине. Глава католической церкви выступил сегодня в Ватикане с традиционным рождественским посланием «Урби и Торби» – городу и миру. Иисус – спаситель мира, защити всех людей, которые страдают в Украине, и сделай так, чтобы их любимая земля смогла преодолеть невзгоды, победила ненависть и насилие и стала на новый путь братства и примирения. Украинским военным в зону АТО ученики одной из киевских школ передали новогоднюю посылку. На протяжении двух недель вся семья 106-й школы собирала теплые вещи и рисунки. Как собирали посылку и что в ней расскажет наш корреспондент Ярослава Ковтун. Занятия уже закончились и все дети готовятся пойти на каникулы. Но вот новогодние подарки в этом году готовят не только своим друзьям и родственникам. Ученики в один голос твердят – в это время важнее всего согреть наших героев. Прошлый Новый год Арсений с родителями встречал на Майдане. А в этот раз, говорит, нужно подарить частичку праздника тем, кому совершенно не до веселья. Те же открытки поднимают им дух, чтобы им лучше было. Поэтому я считаю, что все-таки им все очень нужно. И приоритет выбрать очень сложно. Я желаю украинским солдатам мира, чтобы все способствовало. Чтобы все было хорошо и все потери были не напрасны. Все придумала учительница начальных классов Леся Анатольевна. Родной коллектив единогласно поддержал такую патриотическую идею. Школа и раньше всячески помогала украинской армии, поэтому опыта ей не занимать. Но в этот раз все по-особенному, говорят преподаватели. Ведь даже самые маленькие до глубины души переживают за солдат. И постарались вложить тепло своих сердец в каждый сверток. В красивых праздничных коробках дети принесли все, что по велению сердца им хотелось передать каждому солдату. Чтобы он улыбнулся, согрелся. Отвлекся немного от тяжелых будней и ощутил праздник. Дети сразу с удовольствием откликнулись. И в первые же дни наша коробка была заполнена новогодними подарками. Все знали, что там воюют за нас. Им сложно на поле боя, поэтому поздравить их с Новым годом и новогодними праздниками – наш долг. Дети очень ответственно подошли к такой идее. Отдавали бойцам самое дорогое. Я положила игрушку, овечку. В этот же год овцы – это им поздравление с Новым годом. И я еще им вышла красивую икону. Еду, лекарства и одежду я выбирала. А папа выбрал зубные щетки и пасты. Когда закончится война, то посылка отправится. И они будут скушать, и она будет наслаждаться, и будет всех угощать. Однако, чтобы реально поддержать бойцов, учительских усилий и желания детей недостаточно. Огромную долю работы делают волонтеры. Именно они контролируют путь гуманитарной помощи и доставляют ее прямо в руки каждому бойцу. Говорят, сейчас больше всего защитники нуждаются в тепле. А вот как их согреют одеждой или вниманием – это уже не важно. Мы даже не подозреваем, что в этих коробках может быть в качестве подарков. Я надеюсь, что там действительно есть детские рисунки, которые согреют наших бойцов. И также я слышал от преподавателей, что собирали теплые вещи. Бойцы, которым предназначалась помощь, были очень тронуты таким вниманием деток. Говорят, самое ценное на поле боя – детские рисунки, окутанные миром и добром. А на поле боя такая бумажная броня бережет зачастую лучше металла. На самом деле бойцы вешают эти рисунки как обереги и на бронетехнику, и в расположении всех частей. Во время утренних построений люди приходят и смотрят на эти рисунки. Я вспоминаю, вот человек заходит и еще ходит по второму разу, рассматривает эти рисунки. На самом деле это очень приятно бойцам. Волонтеры и бойцы не ожидали такого количества подарков, поэтому еле вместили опоясанные сине-желтыми ленточками коробки в две машины. И уже к Новому году наши защитники получат новую порцию тепла. Ярослава Ковтун, Александр Банный, БТБ. К этому времени это вся информация. В 21 час по киевскому времени смотрите программу «Важный день». Эксперты обсудят проект бюджета на следующий год. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова